Я говорю сейчас в Руси, вы знаете, что это значит, что это значит, что это значит. Вот рассказ про Ноя. Ноя среди людей того времени, один только был праведен и непорочен, его жизнь шла с Богом. У Ноя было три сына, Шем, Хам и Ефет. Омерзительно стала земля для Бога, зло ее переполнило. Бог увидел, что мерзостно стала земля, какими мерзостными путями идут все, и сказал Бог Ною, Я покончу со всеми, кто живет на земле, она переполнена их злодеяниями, я не уничтожу их всех, а с ними и всю землю. Но ты сделай себе из дефира гофр ковчег и устрой в нем отсеки, и изнутри, снаружи обмажь его смолою, пусть он будет в длину 300 локтей, в ширину 50 и в высоту 30. Сделай крышу так, чтобы сверху она выступала на один локоть, сбоку сделай дверь, пусть будет в ковчеге первый ярус, второй и третий. Я затоплю всю землю, уничтожу на ней всех, в ком есть дыхание жизни. Все, кто живет на земле, погибнут, но с тобой будет у меня договор, что я беру тебя под свое покровительство. Ты войдешь в ковчег с сыновьями, с женами и женами сыновей, и возьмешь с собой по паре из всех живых существ, самца и самку, чтобы они вместе с тобой уцелели. По паре от каждого вида птиц, скота и всякой животности, земной пусть войдет с тобой в ковчег, чтобы уцелели. Возьми с собой столько пищи, сделай запасы себе и им, но и сделай все, что повелел ему Бог. Доброе утро, шаббат шалом всем. И вот рассказ Ноя. История потопа, которую все вы знаете хорошо. Потому что это что-то необычное, то, что повлияло на течение истории. Но слова, с которыми начинается парашат шаву, они говорят о родословной Ноя. С этих слов это начинается, но мы действительно не видим этой родословной. Но что написано, написано, что Ной был праведен и не порочен в своем роде. Что это значит, праведен в своем роде? На этот вопрос мы постараемся сегодня ответить. А также, помимо этого, мы постараемся ответить на вопрос, почему Ноя взял столько много времени и 120 лет построить ковчег. И почему столько много времени, почти год, он находился в этом ковчеге. Все эти вещи очень связаны друг с другом. Все, что я буду сегодня говорить, это предположение, это не то, что однозначно, не аксиома. Вы можете принимать это, вы можете отвергать это, но всегда это есть база, для о чем думать. С одной стороны, можно предложение праведен в своем роде посмотреть и объяснить с двух позиций. С одной, это то, что он действительно был праведен. Он действительно делал все максимально совершенно, как он мог делать. У него была очень хорошая связь с Богом. И вот Бог говорит ему, ты действительно праведник в этом роде. Ты праведник во всех родах. Ты действительно классный человек. Но часто толкователи не особо принимают такую точку зрения. Они говорят что-то другое. Они говорят, что из-за того, что род Ноя был очень сильно развращен, Ной выделялся на их фоне немножко лучше. Именно поэтому Бог говорит, что он праведник в своем роде. Но, предположим, если бы он был в роду Авраама, возможно, он бы считался один из грешников. Это предположение, как я уже говорил. У такого предположения есть несколько мест из Писания, которые поддерживают его. Именно в этой Порошад-Шавуа. Много людей говорят, что Ноя он был праведник в шубе. Праведник в шубе есть такое выражение. Что это значит? Я постараюсь объяснить. Предположим, вы сидите дома, зима, и очень холодно. Как вы можете согреться? Скажите вы, что можно сделать? Можно одеться потеплее. Что еще? Мозган можно включить. Можно что-то горячительное принять. Есть несколько путей, как можно согреться. Так же толкователи говорят, если тебе холодно, ты можешь тепло в шерстяную одежду одеться. Ты действительно согреешься, тебе будет хорошо и прекрасно. Но поможет ли это человеку, который рядом с тобой? Он так все еще будет мерзнуть. Если ты зажгешь костер, если ты зажгешь огонь или зажгешь камин или мозган включишь, то все согреются. И это предложение, праведник в шубе, означает, имеет смысл праведник, который заботится только о своей праведности. Он действительно может быть самым классным человеком в мире. Он может делать все церковь и иметь связь с Богом, но думает он только о себе. Может, еще немного о своей семье, но большинство ему мысли заняты о себе. Он не думает о других. И поэтому Бог называет его праведник в своем роде. Его проблема была та, что он не переживал не переживал за других людей. Бог дал ему очень продолжительное время, чтобы испытать его и видеть его решение. Говорят, что он предположительно 120 лет строил ковчег. Они хотят что не просто так это число фигурирует 120 лет, потому что это было время жизни людей. Бог говорит, вот твоя жизнь. Что ты можешь сделать со своей жизнью? Будешь ли ты заботиться только о себе или будешь заботиться о других? И вот строит ковчег и исполняет все, что Бог повелевает ему. Но он не заботится и не переживает о других. Он знает, что придет конец этого мира. Бог четко рассказал ему, что произойдет и как нужно поступать, чтобы спастись. И он делает что-то, чтобы спастись, но только для себя и для своей семьи. Он не приходит и не проповедует и не призывает людей спаситесь, потому что грядет конец света. Он не говорит им, вот приходит конец света. Он не делает слишком больших усилий, он просто строит. Просто старается исполнить что Бог больше ни меньше. Праведник в шубе согревает только себя. И вот когда проходят эти 120 лет и ковчег готов, Бог видит Ноэ сам не изменился. Он был эгоистом. Он был праведником, но заботился только о своей праведности. Но Бог видит такие вещи в жизни каждого из нас. И всегда есть у него для нас уроки и дела, как мы можем изменяться. Он приводит Ноэ ко второму уровню. Он желает действительно изменить его и дает ему что-то специфическое. Урок жизненный, который может ему помочь. Он вводит его, его семью и всех животных вместе с ним в одно закрытое место. Просто представьте на секунду, сколько пар животных должно было быть в ковчеге вместе с Ноэм. Это огромное число, огромное количество. Ноэх и его говорили о них заботиться. И каждый день они должны были о них заботиться. Бог поставил его в такую ситуацию что сейчас он должен был заботиться и думать только о других. сейчас он должен заботиться не только о себе или о своей семье но о всех животных. Это не написано но говорят что Ноэх должен был и день и ночь заботиться о животных в ковчеге чтобы они остались живы. Бог учит его. точно так же Бог учит и нас. Если ты праведник в шубе и есть такие Бог дает тебе жизнь в этом нашем мире чтобы ты изменился. Чтобы ты смог зажигать огонь чтобы другие согревались. чтобы ты мог приносить свет в мир который вокруг тебя. И это действительно большая разница между Ноэхом и Авраамом. Потому что Авраам не был праведником Шубе. Он изначально заботился о других. Но даже после того что мы прочитали в 9 главе Бог уже не называет его праведником. Уже нет тех плохих людей которые были вокруг него. Осталась только семья его и со мной. Но он из-за него становится человеком земли. Как это происходит в 9 главе так Бог обращается к нему. Так он его называет человек земли. И когда он выходит он начинает выращивать виноградную лазуху. Почему именно с виноградной лазухой он начал я не знаю. Почему он не начал с чего-то из чего можно вырастить хлеб. что-то что действительно принесет еду для него и для его семьи. Он взращивает виноградную лазу также делает вино и пьет его один. Он все так же остается один и заботится только о себе. Весь этот год который он был в Ковчеге не изменил его. Он был в очень закрытых рамках в которых Бог поместил его специально чтобы он изменился. Чтобы он научился заботиться о других но ничего не случилось. возможно что он выходит и был внутренне уставший от всех этих лет. И хочет просто успокоиться отключиться и вот он пьет вино. Но что с семьей его они разве не были уставшие и не были вместе с ним. Он снова один и снова эгоист. И именно поэтому мы не читаем много о нем в дальнейшем. Он остался таким же как был и не изменился. У него был целый год. Довольно продолжительное время которое Бог дал ему чтобы измениться. Потому что задумайтесь разве что Бог не мог сделать потоп в один день День два дня свободно. Но почему-то Бог дает целый год. для каждому из нас Бог дает время также показать себя и также измениться. Потому что важно не заботиться только о себе но и приносить свет этот мир. И каждому из нас Бог открывает что значит начало и что значит конец. Мы знаем мы имеем откровение об этом. Ты можешь также поделиться этим откровением с другими. Потому что в конце концов Бог будет проверять как ты распорядился своим временем. Принес ли ты действительно плоды и результаты? каждого из нас есть специфическое посвященное время. И у этого времени есть начало и конец. Не пропустите его. Возможно именно сейчас ты находишься в периоде когда Бог испытывает и учит тебя. Не пропусти это. Изменись. И не будь праведником в шубе. Но приноси свет миру. Аминь. 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 О Reц ни Продолжение следует...